Продолжаем изучение WidgetKit и нам осталось рассмотреть последний модуль, который предлагается нам вместе с компонентом WidgetKit. Это модуль Twitter. Модуль Twitter позволяет вводить сообщения из Twitter, удовлетворяющие заданным критериям. Давайте создадим с вами новый модуль WidgetKit Twitter. Зададим заголовок, пускай так и будет Twitter. Отключим показать заголовок, выведем позицию footer, чтобы был в центре экрана и рассмотрим его настройки. Первый стиль. Нам дается по умолчанию три стиля. Первый лист выводит просто список сообщений, сингл выводит одно последнее сообщение и баблс выводит сообщение в виде цитат. Далее. From users. Вывод сообщения определенного пользователя или пользователей. Если нужно указать несколько человек, просто указываем их через пробел. Давайте выведем стиль баблс и напишем несколько пользователей. Допустим, Александр Куртеев и... И пускай будет... Медведев. Раша. Россия. То есть твит Дмитрия Анатольевича Медведева. И посмотрим, что у нас получилось. Убновим страничку. Здесь мы видим последние сообщения, точнее пять. Александра Куртеева и Дмитрия Медведева. Дальше вернемся в наш модуль. Следующее поле настроек это To Users. То есть поле обратное предыдущему. Если во From Users мы указываем имя пользователей, сообщение которых выводить, то в To Users мы указываем имя пользователей, которым пишут. Давайте повторим процедуру. Напишем то же самое. Куртеев. Медведев. Раша. Применим. Если мы обновим страничку, то теперь мы увидим сообщения пользователей, которые пишут людям, которых мы указали в поле To Users. Дальше, ниже поле. Referencing Users. Это сообщения пользователей, читающих Вадимова в данное поле. То есть будут выводиться сообщения тех людей, которые читают искомого нами человека. Например, выведем сообщения тех людей, которые читают твит Александра Куртеева. Нажмем обновить и увидим результат. Дальше. Вис хэштег выводит сообщения пользователей, содержащие определенный хэштег. Вис ворд. То есть выводит те сообщения, которые содержат определенные слова. Допустим, если мы все сотрем и напишем слово Екатерининский дворец, применим, то мы увидим все последние пять сообщений со словами Екатерининский дворец. Следующее поле обратное предыдущему. То есть все сообщения, в которых нет указанных слов. Также через пробел. Лимит. Сколько сообщений выводить на сайте? По умолчанию стоит пять. Если мы поставим пятнадцать, то у нас будет выводиться пятнадцать сообщений. Это выводится последние пятнадцать сообщений. Image Size. Размер в пикселях. Картинки можно, допустим, увеличить до ста. Применим. Посмотрим. Вот наши картинки у всех увеличились. И последние три параметра – это показывать или скрывать изображение автора и дату публикации. На этом рассмотрение модулей компонента WidgetKit в целом мы заканчиваем. Применяйте возможности данного компонента к различным задачам на ваших сайтах, как вам подсказывает воображение, и вы получите отличные результаты. Спасибо за внимание и до новых встреч.